кто там косяк тянет аллах бабах доброе утро до тунеядцы хулиганы эти как там фильм еще между словарем новая порция рихушина новая свежая порция рихушина желательно ответить это круто ребята аналоговые словари это офигенно тут я всю домашку сделал с этим с ефимовским не включая компьютер вообще это круто это вообще здорово так как других словарей у нас не продается ни хрена то и такой сайт и я так считаю барин вы тут я не накрашен а вы скоро с линукса слизите будьте тоже не накрашен да буду не накрашен да это правда но это зависит от ретроградного меркурия вы знаете он закончился ну вот поэтому поэтому и нет вы не успели как бы в ретроградный меркурий меня попросить нормальный человек стоит пять утра заниматься иностранным языком мертвым мертвым иностранным если люди говорящие на санскрите говорят да что есть в индии деревне которые говорят на санскрите но вот коллега марка вот злой который из европы он говорит что все это херня они на каком-то испорченном санскрите говорят он говорит итак начинаем с начинаем с алфавита проверка всех ваших знаний половины так что санскрит мертвый да а мантры макс что мантры они же поют везде каждый день ну да а врачи каждый день повторяют латинские названия болезни но это не делает латинский дело то что алексей между латынью и санскритом есть все таки принципиальная разница вот но он не сказал что я не прав как бы это тема это тема отдельной беседы и так а и и и и и а а а а армия не слышу вас от алексея четко слышу николая чуть менее четко а вас уже не слышу каааа каааа а а а а Смотрите в мои глаза, я хочу судить. Марина, я до сих пор вас не вижу почти, вот связь, видимо, сегодня не распогодилась. Может, там в Питере погода, туман нибудь. Не знаю, я за окно не выглядывала. Включитесь, явитесь миром. Итак, поехали вверх. Марина, я вас слышу почему-то. Я один не слышу, да? Да я вообще кручу. Ну хорошо, ладно. Марина, вы прекрасны. Спору нет. Та-ха-та-тха-та-тха-на-па-ха-ба-па-ма-я-ра-ла-ва-ща-ша-ша-ша. Для похоронной процессии вполне достойно. Пять утра. Отлично. Ну, рассказывай, Алексей, как ты мучился. Ага. Я начал со второго, потому что первое простое. А по-моему, был наоборот. Да? Да. Ну, может быть. В общем, второе, ты присмотрелся, потом второе тоже оказалось легким, и ты, в общем-то, его не стал делать дома. Ну, да, зачем, очевидно, вот это вот делать. Повторень кому не нужны. Устные вот эти вот все упражнения практически. Ну, и так, значит, начинаем со второго. Нет, ну, давай с первого. Ну, давай с первого, да. Так, exercise one. Согласно, значит, Сандхи exercises from... The following roots form the clenational stems by guna of the root and the primary suffix a action. Итак, поехали. Ну, значит, да, берем корень. Согласно индийской традиции. Гунируем его. Гунируем гласно. А мы ничего кроме гласно не можем гунировать. Гунируем его и добавляем суффикс а, который означает, как бы, означает основа настоящего времени. Да. Но мы можем гунировать несколько гласных. Но тут, правда, только... А, тут же кора. Значит, однослоток. Да, да, да. А, ну, отнять. Без того простое упражнение. Ну, ладно, диш, в общем, указывать. Гунируем... Может, даже опускать слово гунируем. Мы и так понимаем, что единственное, что вы можете в своей жизни, чем вы можете заниматься, это гунировать. Ну, во втором это будет не так очевидно. То есть, что мы только гунируем. Просто хорошо. Мы можем еще и вредхируем. Из и получается «э», добавляем суффикс, получается «деша». Есть такое слово у нас, Николай, в словаре Кочергиной, например? Подтверждается изыски Алексея? Николай, подтверждается? Есть такое слово? Я, к сожалению... Марсис, прошу прощения, но, к сожалению, я уснул, и я не успел подготовиться. А ты уснул прямо за санскритом? Прямо на столе? Да. Николай, не страшно. Слово слышали такое «деша», нет? Да. Деша? Ну, в фильме «Матрица», помнишь, там было «деша вю». Хорошо. Ну, в общем, Марина подтвердила, что слово получилось вполне санскритское, то есть, поехали дальше. «ду», гунируем, получается «о», «о», добавляем суффикс «а», и у нас получается «санха», когда «о» перед «а», «о» превращается в «ав», получается «дава». «Дава», то есть «ду», «гореть», «дава», «лесной пожар». Поехали дальше. «Душ», так. «Становиться плохим», «ошибочно поступать». «У» превращается в «о», добавляем суффикс, получается «доща», «недостаток», «порог», «ошибка». Ну, например, испорченное молоко, у меня банк испорченного молока, вот, протухшего, вот. «Милк» там дальше был, я не помню. «Милк» как глагол там был. Да, там «милк» как глагол. А, «плохо доить», можно сказать. Я старподошу могу прийти. Какая-то напичканная, начитанная. Если приехали дальше, мне интересно. Как хотите. А, вот, «дух» как раз. «Доить», «выжимать», «давать молоко». Получается «доха», «процесс доения», соответственно. Слова подтверждают, есть такое слово? Ну, да, я почти все нашел, кроме некоторых. Хорошо, то есть, если не будете оголиться, будут говорить, то есть, просто интересно же самим. Да. «Бхэр», «носить», «нести». При гунации получается «эрв ар», суффикс «мхара», «несущий», «ноша», «груз». Все. Это базовый процесс, это один из двух базовых морфологических процессов. То есть, из любого корня мы можем получить вполне приличное санскритское слово. Итак, вторая задача, значит, так, у нас Марина делала, пыталась сделать или потерпела поражение? Как потерпела поражение? Я никогда не терпела поражение. Окей, 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 the same with suffix «ана», «action agent», please, go on. Так, можно попытаться перевести «асана», значит, «позиция», «поза», «позиция», «поза». Облако. Облако, ну, по крайней мере, не основное значение. То есть, в смысле, мало ли что в Индии напоминает рисовую кашу, но вообще-то это именно еда, основная еда. И облако. Основная еда и облако. И облако, да. Ну, да. Я знаю только кашу нам рассказывали. Вареный рис, да. Дрше? Даршана? Что такое Даршана? Да. Ведение, зрение, познание, узнавание, учение. Зрение. Вообще-то, основные философские системы, а до слова философии индусы не додумались, они додумались до слова Даршана. Вот. Когда они хотят сказать одна из шести философских систем, то они используют Даршана. Да. Ньяя, Сангра, Йога и т.д. Мне знакомы только Дришти, отсюда же, да? Ну, Дарш, да. Все Дарши подобные, конечно, они от Дарш, разумеется. Это очень продуктивный корень. Угу. А, Бходжи есть, Бходжана еда, пища. Отсюда Бходжанам, что-то там с аппетитом связанное. Не помню, как это произносится полностью. Бон бхаджанам, видимо, приятного аппетита. Нет, там бхаджанам, что-то там дальше. Своди стха масту, как-то так. Как-то напичканное, да? Человек-регведу на лету прям вот цитирует. Никакие-то баянные места. Сохранённого из прошлого опыта. Смотрите, какими блоками в неё вложено. Понимание ноль, но зато какие-то блоки. Блещет, блещет просто. Матхана. Да, вот тут агунируется. Какое значение получается? Круто. Или вам так понравилось слово, что вы уже не стали его подводить? Да-да-да. Натирающий, трущий, натирание, трение. То есть как процесс и как деятель. Как процесс, да. Но это же как процесс. Ну там очень интересно. Там очень много слов. И как процесс, и как тот, кто делает этот процесс. Вот меня, да. Вот она, это что? Это... Дея-тель. Дея-тель, получается. Самодействие. Самодействие. Да. С двух сторон. Это санскрит тут всё в одном как бы. В лучшем случае два в одном. Это санскрит. Да. Да. Таких мало. Муч. А, и... Мокшана? Да? Мочана, да. Мочана. Мочана. Она не... Ксю не переходит? Ну, ребят, вы никогда не задумывались, что слово мокша, если вам такое попадалось, оно от глагольного корня муч. Ха-ха. Ха-ха. Вот, кстати, была такая мысль. Ха-ха. Спрашивала даже в скайпе. А они пренебрежительно подумали, что эта дурочка снова не понимает. Да. Нам-то всё ясно. Да, с мучем должен нас огорчить. Хотя, Алексей, по-петью словословнее было... Мочана, отпускающий и, собственно, швыряние. При плохой погоде, может, и вот из такого что-то получится. Так что, не всё так... не всё пропало, Марина. Так что, да, есть, конечно, мокша. Но в этом варианте что будет? Мочана? Ну, у меня сошлось, то есть... Ну, раз олечения сошлось, вполне достаточно. Угу. А каким... ну вот, а когда... Дойдём, дойдём. Дело в том, что это... Вот в начале этого... Этой брошюрки там есть корни. Вач, уч, вач она и вот там другие, они перечислены. Это... Я подозревала, что надо посмотреть, но... Ну да, там они приведены с комментариями, что это, как бы, обратный процесс. То есть, если все корни от слабых становятся сильными, то это... Вот тут же написано в УЧ. Реверс гуна мейкинский. Да-да-да, кстати, там есть такой комментарий. А что значит реверс гуна? Реверсивная гуна, но обратно. По-русски реверсивная гуна. Спасибо. Спасибо, капитан. Реверсивная гуна. Капитан Марк всегда придёт на попу. Ну, честно, такого объяснения я вижу впервые. Дело в том, что в советской традиции это объясняется чуть-чуть сложнее. Ну, вот есть там порядка пяти, скажем, попсовых корней, которые просто запоминаем как... Запоминаем. Вот. Поехали дальше. Хорошо. Да, тут без вариантов. Тут без вариантов. Значит, Николай, тогда получилось третью часть или не дошли? Или не доползли, я не знаю, что ли. Или доползли и сейчас на ходу. В принципе, здесь это просто как Алексей сказал. Я могу только попробовать сделать на ходу. The same with the suffix tar agent. Итак. Давайте. Кр делать. Соответственно, получается... Картр... Суффикс тоже пускаем, значит, гунируем, и получается... Это будет... Катр... Эр где? Эра. Картр. Ну, в корне ар... Ар... Остаётся, но никуда не потеряется. Картр... А... Картр... Картр... Я понял. Картр... Картр, согласно европейской традиции, это деятель. Угу. Потом джип, побеждать, соответственно, гунирует е, где стр, гунирует джетар. Да, джетар. Своеватель. Да... Давать, соответственно, датар, дающий. Ну, тот, кто даёт. Пхр... Хранить... А... Оберегать, да? Ну, носи, носи... Наносить. Оберегание там нет. Ну... Значит, будет, соответственно, пхар, тар. Ага. Муж. Ага. Способный, а вынужденный, я бы сказал. Не, ну, в любом случае, довольно поэтичное такое слово. Интересно. Ман... Думать, соответственно... Ман... Думать, соответственно... Мудрец. Мудрец, мудрый советник, тот, кто разрешает или соглашается. Вот такое у нас в Ефимовском. Да. Мудрец, советник, да, у меня написано. А... Су... Это... Давить наружу. Ну, сок, например. Да? Вот, выжимать, выдавливают. Сок и выжимал. Выжимать. Средство, получается, сотар. Сотар. Или тот, кто... Пожимает или давит. Те, кто давит из гранатов. Гранатовый сок. Вот эти, сотары. Сотары. Выжимайте листья. У вас в Краснодаре на улицах люди гранатовый сок, да? Ну да. Сейчас же будет хорошее. Ага. Ну да. Ну да. У вас не очень. Ху. Это... Так... Звать. Призывать, да, получается? Звать. Звать, да. Он не досталось сейчас сказать. Соответственно... Это... Хо-тар. В данном случае... Священнослужитель. Жрец. Жрец. Жрец культа, да. Жрец. Отлично. Ребята, вы владели базовым названием продуктивности чередования, это читание, суффиксирование. То есть... На самом деле это очень полезная вещь. И я честно не понимаю, почему Вера Александровна обходит стороной вот всякие такие процессы. Мне самому жутко интересно всякие суффиксирование, префиксирование. И я понимаю Марину, что ей иногда сдерживать себя, точнее, что ей тяжело. Мне тоже этого всего хочется. И до сих пор, пожалуй, не переболел эту болезнь. Хочется найти... Вот это, конечно, хорошее упражнение на то, чтобы понять, что санскрит предельно прозрачный. Если посмотреться... Ну да, хочется структуру просто понять. Если смотреться, он очень... Чётко... То есть чёткая граница между разными элементами. И если знать 400 наиболее частотных корней, даже если знать 250, то можно уже... С листа, да, буквально. С листа, да, буквально. И, кстати, я подумал, что хартер — это слово бартер однокоренное. То есть муж — это бартер какой-то. Нет, вот там без бартера, к сожалению, по философски должно быть просто... Нет, я думаю, вы уже ушли в народную Кималу. Ну конечно, это мы любим. Славянно-арийские веды все равно. Да-да, всё придёт в кередом, я чувствую. Да-да-да. Итак, exercise 2. From the following declensional stems form secondary noun derivatives by addition of the indicated suffixes. The secondary derivatives have вертхи of the first syllable. Значит, Николай, куда вертхи ставим? Ну, естественно, вертхи ставим... Первый слог of the original word and guno of the last syllable of the original word. Значит, гуно в хвосте. Итак, Алексей, послушаем. А суффикс какой у нас? А, суффикс а, да. Индо-луна, и в ай, у в о, получается аиндоа, о перед гласной, в а, аиндава. Это лунный, значит. Арту. Сезон. Р в ар. У в о. Р-А-Э-В-О. Все отследили то, что хотел сказать Алексей. Николай, вы поняли? Ну, я понял, что это будет арто. Артава. Артава. А почему артава? Потому что там О-А, то есть две гласных подряд. Сан-дхи и сан-дхи. 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 Николай. Сан-дхи. О перед А превращается в А-В. Мало того, что гунируют, вертхизируют, так еще мы не забываем те скромные познания сан-дхи, которые мы уже умеем и имеем. Ну, эти скромные познания пришли с тринадцатого занятия Кочергиной, то есть потребовалось неких усилий, чтобы понять. Не, не из тринадцатого. Это Гуда пришла из тринадцатого? Перед... Ну, в смысле, что О перед А это АВ. Да? Это из тринадцатого? Да. Семьдесят... Вторая страница новой Кочергиной. Семьдесят... Перед гласными и перед Е в словооформах происходит внутренний сан-дхи. Ну, вот теперь я буду, значит, что еще надо договаривать, когда дается вот это... Ну, ничего. А вот, кстати, где это, я тоже не нашел. Семьдесят вторая страница новой Кочергиной. Семьдесят вторая, Марина. Ну, вам ни то, ни другое не поможет. А я знаю, где это написано. В Кочергиной. Да. Капитан Марина. У нас сегодня все в равном с Ваней, как-то. Перед гласными. Николай. Вот, да, вот это вот три строчки там, как бы, они все метаморфозы нужные для второго упражнения описывают. Я просто не совсем понял, смотрите, мы... У нас р «р» меняется на «р», «у» меняется на «о». А каким образом они получаются с «анхи»? Ну смотри, вот ты поменял «о». В чале «и» нет, они же не соприкасаются. Каким образом с «анхи»? Не-не, смотри, смотри, логика. У нас еще же суффикс «а», понимаешь? То есть мы после «о» должны еще «а» добавить. У нас же суффикс «а» в упражнении. То есть мы сначала вертихизируем, гунируем и добавляем суффикс. Там получается «о», «а», невозможная комбинация. Ищем способ от нее избавиться, находим. И получается «ортава» сезонный. То есть это просто тот «санхи», который мы не прошли. Но это не «санхи», это чередование. Это близко, но это не одно и то же. Это два параллельных процесса. Ну, тут у Кочергиной написано, что это внутренние сандхи, да? Ну, «о», «а», в смысле «ава». Ну, внутренние сандхи. Если вам легче. Хорошо. Хорошо, что вы решили, потому что я сейчас буду знать, что, к какому уроку у МНО надо знать, что надо давать. Да, да, на это лучше обратить внимание. Отлично. И третье? Суштху прекрасно увертхизируется «вау», увертхизируется «во», и получается «сауштха», нет, «сауштхава», «во», вот так. Непревзойденное мастерство, говорит нам товарищ Ефимов. Непревзойденное мастерство? Ну, там еще что-то есть, но я это записал, мне это больше всего понравилось. Николай, а в Кочергине что-то надо здесь? Давайте, сотворите чудо быстрого поиска. На вашем лице написано, что вы способны. Если сейчас не уснете. А он в онлайн, видимо, да? Ты в онлайн-версии серчишь, чтобы там точно было. Так, вы уже и дошли до серчера. В смысле? Не, ну, этот ПДФ, Кочергиной, как бы, открываешь и серчишь глазами, да. Дело в том, что есть и серчер, но... Сейчас найдем. А тем временем Марина продолжит с суффиксом «я», вы пока ищите. Я тоже стала искать, сейчас я вернусь. Я могу начать. Да. Давайте, Алексей. Возьмите три себе, а остальное ей. Хорошо, договорились. Арань. 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 Такой, с техасским акцентом немножко. Арань. Оказывается, есть слово «арань» – дощечка для добывания огня. А вертизируется в долгую А, и бонируется в Е. И получается «аранея», то есть «относящаяся к аране», или «коробочка для аране». Спичечный. Ну, что так грубо к спичкам? К спичкам. Это арань. Может, там другие какие-то спички. Спичечный, да. Индумати. А слово «спич». Спич, да. Спички в глаза тогда очень интересно получать. Новое прочтение. Да, Индумати – это имя женщины, и вертизируется в А, и долго вгонируется в Э, и получается «индуматейя». То есть потомок, видимо, этой женщины. Ее роду принадлежащий. Дисцендант. Слава роду, да? Опять. Какая стена. Арийский гонат. У нас из «индуматейя» получалось «ай», а здесь что получалось? А «индуматейя», да. Просто мне послышало, что вы сказали. Я «ай» не заметил слева от «и», ну, в записи своей. Правильно все правильно. А «индуматейя» все правильно. Хорошо. То есть это кто такой? Рши. Потомок, да. Это потомок этой женщины. То есть когда будете слышать, видишь, сейчас «каунтея», значит… Да-да-да-да, там оказывается, это такая форма логичная получается. То есть «каунтея» – это все. Производные, да. Рши. Это я не чихнул, это мудрец. Будьте здоровы. Вообще это основное значение Рши – не мудрец, а провидец. Человек, который столько лет погружался в себе, что познал уже мир. Но он мудрец не потому, что он книг читал, а потому, что он прозрел внутри себя истину. Я ребятам на районе теперь так и буду говорить, что не мудрец ни хрена. То есть Р вертхизируется в «ар» и гунируется в «э». И получается «аршея», установленный мудрецами, древнеархаичный, имеющий священное происхождение. Какой на Титану? Николай, нашли? Я не нашел, конечно. Большой? Да, он большой уже искал. Я искал Саустхау. Ну, на самом деле, надо было проще дать. Надо было эту... От «арту» дать. То, наверное, было бы. Ну, ладно, жалко. А в этом? О, а можно я еще одно? Вот это я не нашел единственное нигде. Эни. Эни. Самка антилопы, правильно? Да? А я не нашел. А я нашла. А где ты нашла? А в Мони, в Вильямсе, там когда искать... Ни хрена себе. Не, не слышно. А не слышно. А не слышно. Соголовок. А все, как бы. Иззывание в статьях. И там есть прямо в списке, выпадает. А, то есть в статьях только есть, да? Ну... Есть такое, да. Вот и тут у меня вопрос. Во что вертихизируется «э»? Снова в «э» или в «а» долгое. Вот этого я вот не догнал. Я долго смотрел на табличку. Сколько лет вы постигали ее? Неделя. Мало. Продолжай. Мало. Так что делать-то с «э»? То есть там два варианта получается. Я ничего не сделала. Вот Марина выбрала правильно. Просто созерцать, да? Просто созерцать. Ну, поэтому оставим «э» как есть. Ну, наверное, так нельзя. Ну... Скажите «энье». «Энье», да. Получается «эй». «Энея», «энея» точно. Попсова. Это шутка, да. Да, да, да. Ну, там «и» превращается в «э» и еще гунируется в «э», и получается либо «энея», либо «анея». То есть я не знаю, во что превратить «э». Ну и перевод ужасный. Сделанный из «самки антилопы». Или это... Или ботинки. Ну, или одежда. А что еще может быть из «самки антилопы»? Рога! Рога у нее есть. Шахматы. Во. Так что, Марк, что вы нам скажете? Нам нужна гуна. Это и так гуна. Значит, мы себе ничего не делаем. А, «эн...» «Энея», соответственно. Хорошо. На вашей совести. Я же много что, поэтому, в принципе, один больше, один меньше. Разница небольшая. Угу. Марина, давайте вот вам. Ну, Марина, вам... Вам все женское осталось, да? Все про женщин, как бы. Ваш профиль. Кунти и... Ка... Каван... Нет, там... Ещё раз, ещё раз. Там «ау». Каунтея. Почему «вэ»? Нет, нет, не «ва». Я смотрю, что написано. От фунтий. Как образовать вторичную основу? Каунтея. Каунтея, да, всё правильно. Куночка. Так. Ау... Ау... Кау... Кау... И... И... Э... Э... Каунтея, да. Да. Мы же уже проговорили это слово, там, полчаса назад. Хорошо, да. Каунтея. То есть, что означает Каунтея? Принадлежащий... Потомок, очень хорошее слово. Сын. Потомок. Сын, да. Женщины же не считаются полноценными. Поэтому, в принципе, достаточно сказать, что сын... Это как матроним, я уже говорил, да? То есть, как бы, вот... Есть отчество, а это мальчество. Звучит как-то странно. Гаргей. Имя. А так и остается. И получается Гаргея. Ну? А ты что так ожидающе смотришь в монитор? Ну, не, оно прокатит, не прокатит. Да? Может же быть разное. Ну, да. Переводится как оскорбление. Это из сына Гарги. Уверенность. Даже если ошибаетесь, ошибаетесь уверенность. Гарг... Хорошо. В Гаргоне, я боюсь, это не имеет никакого отношения. Не факт. Но мы этого никогда не узнаем. Только в Велесовой книге. Ответы на всё. Сегодня какое-то занятие с уклоном. Да я насмотрелся разоблачающих роликов. Мне весело. А, что-то вчера всё разоблачали. Я тоже видела разоблачения вчера. По поводу символики. Давайте, посмотри. Вот. Какой был? Бхагинея. Сестра. Бх... Ну, у меня написано Бхагинея. Умничка. Смотрите, она ещё писать умеет? Да. Представляете? Писать? Писать? Писать. 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 Сладая женщина. Сокровище. Я считаю, что вы справились более, чем достойно. Тем более, что вам было дано не всё, что требуется. А требовалось всё, что не дано? Прям как в спарте практически. Значит, тогда на следующий раз что возьмём себе? Третье вы ещё сможете сделать? Он постарается. Нет, там дело в том, что нужно образовать перфект, а перфект вы явно не образуете. Поэтому третье мы придерживаем явно четвёртых времён. Но мы сможем сделать четвёртое. А они разве не по нарастающей сложности? Ну да, но в теории. Это по системам. То есть в пятом упражнении уже нужна степень по лингвистике? Нужна степень. Нужна ограничиться скачанным интернет-рефератом. А есть такие по санскритам? Есть же база данной диссертации на санскрите. Конечно, есть. Это не проблема. Прочитать, скачать. Реферат точка руб. Значит, exercise 4. Exercise 4. Там появится у нас другой санки. То есть сочетание N, T и S. Алексей его найдёт и мне расскажет. Следующий раз, где он его нашёл? N, T плюс S. Такая штука. Я могу дать вам очередь Залезняка, сейчас пока не забыл. И там все санки перечислены той последовательности, в которой их нужно применить. В виде томика или хуши. В виде томика или хуши, да. Но так как томика у вас в руках ещё нет, то я как бы жалюсь и дам вам его. Так, образуйте тут, пожалуйста. Ну вот, скачайте и посмотрите страничку Санхи. Давайте так, скачайте сейчас и откройте, так, что у меня тут оно есть. В прошлый раз у нас было не очень быстро за скачиванием. А вы турбо нажмите. Скачать. Да. Ускоритель интернета. Ну а там идут внешние Санхи и внутренние Санхи. И вот то, что вам нужно было, чтобы сделать это задание, это шестой внутренний Санхи. Вы видели? Контакты гласные? Это гласные, да. А вот НТ плюс С. Это носовые, видимо, церебрализация. Н. Так это пятый или нет? Санхи глухих Согласных? Согласные? Не знаю. Сейчас, например, Н. Не-не-не, там дальше, там дальше есть внутренние Санхи. То есть это вот Санхи глухих Согласных, это в разделе внешние Санхи. А на следующей странице начинаются внутренние Санхи. И там шестой пункт, контакт гласных. Так, на конце слова. А, НТС в Н превращается. Все видят? О чем речь? Я еще не знаю. Ну, как и предполагалось. Время открыть глаза. Хотя бы файл. Ну, хотя бы файл. Да, я еще застряла с файлом. А. Ну, мы можем текст скопировать просто. Я вам верю. Хорошо было бы, чтобы вы не только верили, но еще знали, где посмотреть. Потому что это, небось, и не единственная Санхи, которая вам потребуется для решения столь простого задания. Ну, сейчас я справлюсь. Так, экссорсайз 4. Экссорсайз 5 вы тоже сможете сделать. Вам нужно... Значит, все эти... Причастие прошедшего времени. Для успокоения вы можете посмотреть, в каком занятии вообще дается причастие прошедшего времени. Past. Participle. Ну, в принципе, главное то, что оно образовывается как раз от слабой ступени, плюс та. А индийские корни... Корни в индийской традиции и так даются в слабой ступени. Очень здесь важно. Вот. И root nasal impenultimate position, если опять же, значит, носовой корни в андж, в лимб, то есть они исчезают. Согласно тому, чего еще вы не знаете, но просто они исчезают. То есть это... Оноид это будет... Аджта? Честно, сейчас сразу не буду ничего отвечать. Надо присмотреться. Я еще сам присмотрюсь, и если что, дам какие-то дополнительные вам... А что такое оноид? Ну, метку ставить. Точку. Пачкать, пачкать. Нет, не чиркать. Чиркать это лик. По залезнику... А, ну да, я вам дал уже... Сейчас. Откройте страницу в этом же очерке, точнее, в конспекте. Значит, там есть глагольные корни. Откройте страничку, значит, одиннадцатую. Ну, там развороты, в общем, одиннадцатый разворот. И там есть анч, корень. Раздел из лексики. Важнейшие корни. Николай, вы с нами? Конечно, я ничего не понимаю. Давно уже. Николай, нос выше, сейчас все разберем. Итак, вы открыли файл, который я дал. Николай? Просьба долистать до раздела из лексики. Это одиннадцатый разворот. Там, с левой стороны, начинаются важнейшие корни. Видите, там анч. Второй корень. Что означает? Да, вижу. Мазать, да. Мазать. Этот список корней, это базовый список корней для вас. Если вы его, хотя бы чуть-чуть, запомните, это, простите, не только эти упражнения, а вообще жизнь. Мазать. А тут вот некоторые переводы, они... Ну, потому что самый лучший перевод данного слова, он подходит, как бы, ну, как бы в русском языке подходящего слова нет, а так как Андрей Анатольевич не ограничивает себя русским языком, то он подбирает из всем хорошо знакомых языков что-то близкое. Да, древнегреческий, латынь. Ну, такие все, простенькие, в общем. Доступные. Доступные, точно. Доступные и всем известные. Тут даже еще и греческий вариант есть. Вот, допустим, Дарш видеть, тут еще и в древнегреческом. Да, посмотрите, это имеет уже родственные слова подобранные, то есть, близкие, этимологически близкие. И там, где вот подчеркивание идет, вы же догадались, что это именно соответствующий как раз корень, то есть, например, вот ад, да, вот корень ад, слева, третий корень. Видите, ад, есть. Вот, едим там, видите? Николай, видите? Видим. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Где ад, найдите мне? Нет, нет. Ад внутри нас. Ведите, ад. Николай. Едим. Да, нашел третий, да. Подтеркнутый, значит, едь. Это означает, что вот эта часть, в этом слове, собственно, и есть вот этот соответствующий корень. Марин, понятно, да? Понятно. Что-то я не нашел аджета в этом, в моем любимом Ефимовке. Конечно. Я подумаю, что я не договорил. Ну, или мы вам расскажем. Нет, я думаю, что чуть раньше. Ну, хорошо. Значит, пятая, пятая, да, значит, четвертая, пятая, третья пока отказываем до лучших времен. Я думаю, что... Сколько времени ушло вот на эти, Алексей, чтобы все переводы разузнать? Около трех часов без переписывания. Неписывание. Надо еще чуть-чуть убавить, я понял. Недооценивание. В смысле, перецлилась задачей. Ну, на неделю, да. Мелковато, сейчас. Погода, я тебе говорю. Ну, просто мы же сейчас ещё что-то будем проходить, там из Кочергина может что-то прийти. Ну ладно, значит, exercise 6, это вот для продвинутых. Apermediate. 20. Хорошо, да, отлично, всё. 6 утра, пора заняться чем-то серьезным. Хватит баловаться. Игрушки в сторону. А, кстати, Марк, вы в прошлый раз записывали, чтобы там найти пример. Да, я записал, но ещё не дошло. Алексей, думаю, что ещё неделя дело будет улажено. Я не забыл, как ни странно. Круто, спасибо. Дело в том, что просто лучшие индийские умы привлечены для решения этой задачи и потребуется ещё несколько времени, чтобы в трактатах найти соответствующие примеры. Ага, чтобы перевести им, собственно, что мы от них хотим. Нет, что мы от них хотим и так понятно, а вот удачные примеры, их заново, чтобы не открывать, мы воспользуемся с знаниями древних провидцев. Итак, вы сами этого хотели, я пытался это, значит, отложить. Сбегнуть. Имя существует. Нееет. Николай, вы с нами. Где вы потерялись, Николай, в предыдущем? Что было непонятно? Напомните мне, пожалуйста, расскажите. Ну вот вы сказали, что вам было непонятно что-то из того, что мы сейчас проговаривали. Нет, это по поводу подготовки к домашнему заданию. Вам непонятен процесс, почему одногласное превращается в другую, или непонятно, когда происходит санхи? Что вам было непонятно? Вы сейчас имеете ввиду про предыдущее задание? У меня осталось, что у вас осталось, что было что-то непонятное. Что у нас осталось? Потому что начав тему имя существительное, мы ее не окончим раньше, весны седающего года. Ну, по тем примерам, которые я слышал, когда разбирали, то я все понял. Я не слышал. Я первые три до антилопы. Ну, наверное, потому что я пытался... Ну, изобразите то, что было до антилопы сами сейчас просто на ходу. Если вы хотите, для упрекления, собственно, понимать. О, я не знаю. Сейчас, секунду. Мы берем только первый, да, меняем? Мы меняем и первую гласную, и вторую гласную. Не вторую, а последнюю. Сорри. Будет тогда арань-е-я. Потом будет ай-думат. А можешь повторить, Коль? Первую, точнее четвёртую. Арань-е-я? Да, да, да. Длинная. Потом будет а-ин-думат-е-я. Да. А-ин-думат-е-я? Соответственно... А-ин-думат-е-я. Ну, Коля и сказал уже, да? Я сказал. А-ин-думат-е-я. Потом, соответственно... А-р-ше-я. Чётко, чётко. Николай, вопроса нет. Просто надо пользоваться новыми, ещё не вполне окрепшими знаниями. Вот и всё. Из тех разделов санскрита, которые мы ещё не проходили. Я больше по... Когда я сказал, что я не понимаю, это больше по этим 4, 5, 6, которые вы давали сейчас... А, да там никто ещё ничего не понимает, так что всё. Да, выдыхайте. Это просто... Там... Чем удобны вот эти новые санхи, которые я показал? Там дана последовательность. Они применяются в определённой последовательности. Всё. Первые 20 раз вы их просмотрите, и вы уже начнёте понимать, о чём вообще речь. Поэтому не переживайте их. Тут не стыдно их не знать, не понимать пока. Итак, имя существительное. Пишем. В категории имени существительного, да? Как вы догадались? Ну, мы же уже все этот параграф прочитали, как бы, наверняка, да? Да. Ну, это... Ну, я лично прочитал. Ну, очень интересно. Ну, и понятно, что когда мы новую часть встречи проходим, надо понять, как же она изменяется. Ну да, согласен. Итак, три рода. Каких, Николай? Ну, боишься шибиться, но мужской женский... Ну, всё равно шибёшься. Чем им бояться? Это лишнее действие. Мужской женский двойственный. Ну да, приоборот, в всякий случай. Давайте. Первый. Ну, я уже сказал, мужской, женский, средний... А, латинские соответствующие термины, которыми мы пользуемся, собственно, для обозначения. А, трудно. Это было... М, это мужской, Н, средний, Ф... Ф... А, хорошо. А, полностью как, если мы разворачиваем М, Ф, Н, это какие соединения стоят? Ну... Я знаю, я могу предложить только... А вы список, с обращением, откройте, и даже не надо предполагать. Ну, вы меня спрашиваете, я думал, что это названо такое, типа... А, хорошо. Эм это маскулінум. Эмэнски, это эф... Эмэнс... Эмэннум. Эмэнни... Эмэнни... Эмэннирот. Лильтрум мне. Три рода у нас. Эмэн... М, Ф, Н... Число? Сколько их? Раз... Три... Три числа! Э... Сингулярис... Плюралис... Стуалис.. Они даются, в последовательности, единственное, двойственное, и множественное. Вот в такой последовательности они даются. Singularis, dualis, pluralis. То есть мы записываем аббревиатурами. M, F, N, S, G, D, U, P, L. Подержи, сколько, Алексей? Раз, два, три, четыре, пять. Восемь. Восемь. Восемь, да. Восемь подержи. А там нет песенки для запоминания подержей? В Индии. Знаете, типа... Я думаю, что в Индии есть песенка для... На каждый случай. Вам прям ее подогнать? Ой, давайте. Это через месяц только будет. Ну ладно, я подумаю над этим. Над вашим предложением. Над Маринином с запросами, вашим предложением. Это не было предложением. Так мы будем петь две песенки. Будем петь алфавит. Да, алфавит и подержи. Мы не будем знать, что они означают. Но будет здорово. Будем знать. Да, да. Будет здорово. Мой, да. Мой посыл будет здорово. Так, значит, доска. Нам нужна доска, потому что, значит, я не изображен. Ссылку киньте, кстати, я забыл про доску. Как? Как вы могли забыть? Исключаем его. И на старуху бывает эта доска. На старухе бывает про ореха. Ну это совсем как-то... Сейчас нельзя такое говорить. Запишут в пятую колонну. Что, кинули ему доску по голове? Ладно, Марина тоже не открыта. Давай, выручайте. У меня открыто. У меня открыто. Просто не посылается. Я даже пытаюсь послать, но не посылается. Посылаемся, это, конечно, интересно. Оно, не вы. Итак, значит, склонение... О, написано тут. Склонение. Существительные и прилагательные склоняются по именному склонению. Записал, Николай? Что, что, что? Не слышу вас. У кого-то радио играет. Радио? Дайте послушать. Нет, это у меня в одной из своих букв. Итак, склонение. Существительные и прилагательные склоняются по именному склонению. Записали? Так, сейчас. Можно еще раз, пожалуйста? Существительные... Вы три раза уже записываете? Одно и то же. Существительные и прилагательные склоняются по именному склонению. Есть? Алексей читает. Дева, Деви. Чем отличается Деви от Дева? Именным склонением? То и другое именное склонение. И долгое. На что намекает у нас Алексей? На женский род. На женский род. То есть, было что изначально? Бог, а соответственно... Когда ничего не получилось, что получилось? Когда ничего не получилось? Что получилось, когда ничего не получилось? Да не, не брак. А Деви. То есть... Ну да. А, богиня. На доске. Где вы читаете? На доске. А, на доске, боже мой. Я смотрю, не понимаю. О чем эти люди говорят? Да. А, то есть Деви, Бхагавата, Пурана. Получается, разные типы склонения. Бывают слова на А краткую. Бывают слова на И долгую. Это разные типы склонения. Разные таблички, соответственно. Типов у нас следующее количество. А краткая. Подозрительных типов. Точка с запятой. Тип склонения, да? Точка с запятой. А долгая. Точка с запятой. И... У... Точка с запятой. И краткая. У краткая. Корневое. Корневое. А. И... У... 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 И последняя, точка запятой, последняя R. А что такое корневое? Я не помню. Что такое? Это O, видимо. А, это что такое корневое? Это было корневое. Корневое A и U и R. То есть 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6. Это написали 6 разновидностей склонения. В зависимости от окончания. Вот, например, Алексей образовал слово, точнее Николай образовал слово «карта». Это относится к какому типу склонения из того, что вы сейчас услышали? Куда можно? Тип склонения R. Николай, понятно? Алексей, что вас смущает? Да, как бы, мы как бы другой дорогой шли к тому, чтобы образовать склонение. Очень интересно. Мы делали что-то, а получилось склонение. Мы из корней образовывали слова. Образованные слова, они же склоняются. Ну да. То есть можно вместо R подставить там что-то еще и получится. Ну, мы же к ним же корням добавляли разные суффиксы. Собственно, вот. Абсолютно верно. Добавляешь суффикс A, получается одно. Но R, другое, также мог быть добавлен суффикс N и долгое. Получилось бы. У нас это склонение, это имеет в виду, что падежам, да? А там же мы R добавляли, это же было в рамках... Это R добавляли. Словообразование. Как странно, эти два раздела, они соприкасаются друг с другом. То есть мы, получается, это... Смотри, Николай, из любого глагольного корня с добавлением суффикса TR, а европейской традиции TAR, получается слово, которое склоняется по типу на R. Звучит просто. Хорошо, и мне нужна эта привязка к тому, что вы дали табличку. Я не понял, вот, шесть разновидностей с склонениями. Это что такое шесть разновидностей с склонениями? В зависимости... Это то, что... В разном падежах может быть? Нет, нет, это разновидностей. К падежам мы сейчас только подходим. Значит, падежи универсальные. Какое бы ни было окончание, падежи универсальные, ну, значение падежей универсальные. Значит, у каждого из этих типов склонения есть своя табличка окончания, Николай. Охренеть! Да, падежи и окончания будут разные. Сейчас, Николай, смотрите, у нас шесть типов склонения. В зависимости от того, на какую буковку заканчивается слово, мы соотнесем его с тем или другим типом склонения. И к каждому типу склонения мы просто выучим наизусть свою табличку окончания в одном из восьми падежей. У нас есть шесть... Шесть на восемь умножаем, и что получается? Это что, сорок восемь табличек окончаний существительных? Почему сорок восемь? Нет, это ячеек. А, нет, нет, не сорок восемь. Умножаем на три, сигуалис, дуалис, плюралис. Что получается, Алексей? Много. Сто двадцать и восемь на три, двадцать четыре, сто сорок четыре. Силу сорок четыре ячейки, надо запомнить. То есть, Марк, когда мы говорили об именителе падежей и S, превращающейся в... Это была одна табличка, а элемент одной таблички. Да, та табличка, которая относится только к обычной А, к красной А. То есть, вот эта моя красота, это только одна из восьми таблиц. Ну, там, скорее всего, некоторые будут пустыми, то есть, комбинации, которые невозможны, да. Слава богу. Ну, не уверен, что нерегулярную табличку запомнить проще, чем регулярную. Теперь надо помнить еще, что, возможно, значение отсутствует. Это просто вот восемь таких вот у меня. Да, или сколько? Шесть. И это только начало. Мы до глаголов не дошли. Николай, понятно? Угу. Хорошо? Понял. Благодарю. Хорошо. Это понятно, потому что дальше будет непонятно. Итак. Падежей располагается в следующем порядке. Первый падеж – это номинатиус. Латинские названия вы видите, да, у Кочергиной, чтобы мне их на доске не повторять? Номинатиус. Да. Номинатиус. Пишем первый. Номинатиус, значит, именительный падеж. Имя деятеля в предложение. И пишем пример. Что я написал, Алексей? Ой, доску открыть. Путрас. Путрах, точнее. Ну, это Путрас, соответственно, это сын или дочь. Сын, да. И Шикшати. Что делает? Учиться. Нет? Шик. Это не… Блин, знакомое слово. Шик, корень. А у нас уже было, корень давался же его домашний. Вроде уже был. Да, давался. Учиться, да. Учиться. Учиться. Сын что делает? Учиться. Учиться. Сын в именительном падеже. Окончание «С». Наиболее попсовое. В именительном падеже. А, да-да. И от «Манепа» до «Третье лицо» он, как бы, единственное число. Логично. Круто. Че могу вообще? В шесть утра в субботу. Нормальные люди в шесть утра в субботу спят. А я могу вот так. В натуре. Поднимаем Россию с колен. Сейчас мы скатимся в славяно-арийский педы. Пять, аккуратно. Мы уже там. Залезняк одобряем. Вторая разновидность. Двойной именительный. Но это как бы подразновидность этого. Что? У нас такого не было. Что? Это так. Они-то дали. Двойной именительный. Нас не стали пугать. Видите, нас аккуратно. Не рассказывает нам ни о чем лишнем. Дали табличку еще? Свободный. Можете даже в нее не заглядывать. Нет, порахтайтесь с одной пока. Зачем вам сдать? Лишние знания. Многие знания, многие бедные. Быть, становиться. Быть, становиться. Что быть, становиться? Переводится как быть, становиться. Двойной именительный. Запишем пример. Как бы глагол-то быть это? Да, а глагол какой там? Пху. Пху, да. Почему туда бху-бхаван? Почему от бху-бхаван, Алексей? Потому что а-у превращается... Во что превращается? Согласно сведениям, мы это подчеркиваем из тринадцатого урока. Прошлой, давайте там. Работы, то есть? Да. А, там какое-нибудь гунирование, да? Николай, проникаетесь или нет? У, у нас получается тогда гунирование, да? Хоп. А, в ритхирование, точнее. Там получается ау, потом еще откуда ан второе взялось. Какой-нибудь суффикс еще. Суффикс а. И множественное число. Н-ти, тут окончание. Ау-то перед гласной должно быть. То есть, там, у вретхируется в ау, а когда оно превращается в этом, должна быть гласная. Смотрите, корень бху, это же слабая ступень, да? У нас в степени гуна. То есть, бхо. Бхо плюс... Значит, перед гласными, перед... Значит, перед гласными славоформа происходит внутреннее санхи, чередующиеся гласных. Значит... Окей, все равно буква должна быть гласная после о. Или это в ритхировании у в ау, и после ау должна быть еще гласная. Я знаю, о чем вы говорите, да. В данном случае а. Сейчас, боюсь, что-либо еще сказать. Примите это, как кажется, как данность. Пока... Не, ну, все правильно. Получается, о превращается в санхи ау. Будет бхава. Нам для начала нужно получить основу настоящего времени. Основу настоящего времени от бху не проходили. Основа настоящего времени от бху, она бхава. Бхава. Да, бхава, понятно. А этого мы еще не знаем, потому что мы пройдем это лишь в конце урока. Это третий пункт данного занятия. Открываем. Санхи слога ас. Ас. Где? Сейчас. 53-я Кочергина. У меня без страниц. Марина? Мы договорились на середину месяца, я помню. Какого месяца? Января, да. Февраля. Марина? В середине февраля у меня записано. Да, да, да. Это я. Пошли санхи слога ас, Николай? Да. Ну вот, собственно, вот здесь случился это санхи. Поэтому вместо сутас у нас сута. Поэтому это вас не должно смущать. То есть, тем не менее, здесь именительный падеж. Именительный падеж в сута. И именительный в каком слове? Верах. Верах. Это одно именительное, а тут второе именительное. Итак, значит, кто в кого превращается? И по смыслу я мелоду. А. А что такое Верас? Это герой. А, Вера Прабхам... Вера Прабхам... Вера Прабхам... Да, Асана. Коля, Коля, как она называется? Это Вера Прабхам... В нашей сельской местности, в нашем колхозе, называется Вера Прабхадрасана. Вот, да, 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 да. Еще очень многие эпитеты всяких полубожеств, божеств Махавира. То есть, Вера, то есть, Вера, то есть, ну, великий герой Махавира. Только это не полубожество, Махавира это все-таки исторический персонаж, основатель джианизма. А, да, да, было такое. Ну, я просто вот про Махавира, допустим, про в Чалисе Прабхаммана, там его тоже называют Махавиром. Я попью чай. Я решил уйти чай. Пока вы там. Вообще, у Марины как будто кружка пива такой, пивасик такой, страсть. Разгоняемся. Единственное, что такое вопрос, а тут есть какое-то правило, чтобы понимать, что это именно сыновья стали героями, а не наоборот, например. Вдруг я буду с конца переводить, что герои стали сыновьями. Надо присмотреться, кто кем стал. Ну, конечно. Я говорю, надо присмотреться, иногда непонятно, кто кем стал. Ну, да, я протягиваю точку. Здесь мы рассчитываем на последовательность, хотя на нее опираться тоже. Опора такая шаткая. Но надеемся, что сначала тот, кто, становится. Потому что я так понял, что иногда для поэтической формы могут в конце переводиться. Иногда для красоты стиха приходится перенести основного деятеля в конец. Но пока исходим из того, что... В принципе, одно другому не мешает. Тут же, может быть, и героями стали сыновья. На самом деле, да. То есть тут можно обыграть. Согласен, Алексей. Героями стали сыновья, да, кстати. Ну вот. Это мы прошли именительный падеж. Вот все дальнейшие уроки, каждый раз, когда вы будете встречаться с именительным падежем, а будете с ним встречаться каждый раз, везде и повсюду. Вы будете вспоминать, что бывает одинарный, бывает двойной. А он двойной, потому что два слова вымените в падеже в одном предложении. А зачем отдельный вид падежа? Отдельный вид падежа, это разновидность. А то есть бывает и тройной? Нет. Бывает двойной, тройной не бывает. Они же не извращенцы, они же индусы. Ну, это тонкая игра, мне очень, мне кажется. Потому что... А почему это не два раза примененный обычный именительный падеж, то есть как во всех нормальных языках? Почему он как бы выделен немножко? Я должен подумать, чтобы ответить на этот вопрос с полнотой ответственности. Но по мне так это вполне такая удобная штука, потому что это не единственное разновидность. Это не единственное место, где есть двойные падежи. В смысле, в других падежах то же самое. А, собственно, в чем их дифференциация от обычного? Подсказка по переводу, как вам перевести? Вообще, в Индии нет такого понятия, как падежи. Они используют понятия караки. Карака. Караки. И они четко не совпадают. Их падежи, и наши падежи, они четко не совпадают. И отсюда нестыковочки разные, Алексей. Поэтому, как сказать? А как определить, что это двойной именительный падеж? Это у нас тут как бы предложение простое. Я же говорил, что придется потеть. Это же не всегда так просто. В предложениях бывает больше трех слов. Николай, насчет частотности, чтобы ответить вам опять же грамотно, должен провести научно-исследовательскую работу. Но на самом деле не настолько часто. То есть никаких признаков у двойного именительного падежа вообще нет? То есть просто считаем количество существительных в именительном падеже, и если кратно двум, то значит... Есть вероятность того, что или вы пропустили глагол, или что это действительно двойной именительный. Да. Ни хрена не понятно. Ну ладно. Поехали дальше. Винительный. Винительный, да. То есть мы будем использовать для обозначения падежей латинские сокращенные однобуквенные аббревиатуры. То есть первый у нас N большая, а второй у нас A большая. То есть если A долгое, это от монопода, то A краткое, это значит... Винительный падеж, а акузатив. Акузатива. Акузатива четыре значения. Первое. Объект. Объект. Я на доске пишу пример. Читает Николай, если сможет разобрать. На кардиограмму похож. И так? Я вижу... Ванам. 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 Как еще раз? Ванам. Икше. А, сюда, сюда. Ванам. Икше. мы его проходили, но я забыл, это смотреть и видеть. Итак, что я вижу? Лес. Следующий вопрос, что? Что? Лес. Этот вопрос нам поможет в будущем. Записали? Так, X, получается, это он видит лес. Нет, я вижу что? Лес. Отвечает на вопрос что? Объект отвечает на вопрос что? Второе. Направление движения. А у нас было «Куда идешь?» Подсказка в смысле? Ну, у нас же были в разговоре богов. Я забыл, честно. По-моему, я не делал домашнее задание, поэтому подзабыл. Значит, читает, опять же, Николай. Сейчас я допишу. Готово. Николай? Что означает? Согласно слояно-арийским ведом, «дама» это что? Дом. Да, дом, жилище. Мы идем куда? Куда, да. Вопрос здесь «Куда?» Да, правильно. Подметили. Куда? Домой. Сколько идущих, Николай? Много. Плуралис. Плуралис, то есть больше двух. То есть группа. То есть город Кельн. Новогодняя ночь. Идем домой. Третье значение. Двойной винительный падеж. При глаголах речи. Так и написано там? Двойной. Двойным уже нам не привыкать. Двойной винительный падеж. При глаголах речи. В скобках, например, «спросить». Это тоже глаголы речи. Значит, отвечает это все на вопрос «Кому?» «Кому?» Я сказал-сказал «Кому?» Значит, читает Марина. Ваше мать. Как-то необычно. Не похоже на загубки. Я думала, что не понял, не понял. Блин. Помните, у нас было упражнение домашних? Увача, вача нам. Да, сказать речь. Партхивом? Партхивом. Знакомое слово. Хорошо, что давно забытое. Очень, да. Николай, сразите нас. Сейчас. Звонок другу. Звонок другу. Партхивом. 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 Какое слово? Третье слово на доске. Партхиваха. Это было, да. Макши Ка. Так вот оно оттуда. А, в натуре. По-моему, это кто-то там, то ли царь, то ли что-то такое. Ну так, ребята, подводите. Да, это цари, владыхи. Итак, вача нам, партхивом. То есть оба заканчиваются на винительный падеж. М, М. Подчеркните себе там. Первый М получается потому, что глагол речи у вача. А второй, собственно, к кому обращаемся? К царю. Не к речи обращаемся, а к царю. Какой перевод? Николай, вы же сами можете сотворить перевод уже. Сказать речь царю. Сказали, сказали. Пошли, не важно. А. Сказали речь царю. Пошли, царю. Пошли. Эй, ты. А, ты же. Сказали, что и кому, да? Что? Сказали речь? Что и кому, да. А кто сказал непонятно, да, этого вача? Это не важно. Выйти авторство не имеет значения, авторские права там особо не остраиваются. Повсеместный GPL, да. Нет, то есть получается, что если мы просто используем у вача без всяких вот этих вот первичных личных окончаний, то это как переводится? А там не первичные, скорее всего. Ну вот, например, в савитре у вача. Если это не в настоящее время. В савитре у вача. Нету никаких вроде бы знакомых вам личных окончаний, при этом вполне глагольно. Вот, да, растем, да. Вполне глагол. Все в этом мире объясняются, Николай, первичными личными окончаниями. Это я хочу рассказать. Есть загадки вне этой таблицы, да. Ну, кстати, в вторичных личных окончаниях это тоже подобно. Вот, Алексей, даже не все, что вне первичных личных, входит в таблицу вторичных личных. Значит, еще есть источники познания. Кошмар. Я пью чай. А теперь это называется чай. Не, настаивай, это все-таки пиво. Да, да, да. В Питере названия для разных напитков, они... Теперь это такое глубокое, далеко. Хорошо, скажу прямо. Вот, четвертое значение. Время. Уже трава пошла. У нас еще трава не выросла. Динам. Она уже пьет. Динам. Переведет Маринам. Под. Под, 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 под. Аминь. Да, можно переводить уже. Так. Динам. А. Идти день, иду день. Так, а что такое патха? Патха, корень. Марина. Путь. 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 А, да. Там я точку не заметил. А, я тоже не заметил. Я тоже не заметил. Большая оранжевая. Она последняя была нарисована. Вон там, красненький, подсвеченный. Николай, как переведите? Что читать? Читать. Динам, под, хаме, это читать? Да, читать день, да. Днями и ночами. В общем, я читаю день. А, Динам, это день? Дина, это что такое, Николай? Нет, день. День. Да, день. Дина, это день? А, а. Итак, смотри. Днями и ночами читаю. А, это же когда. Я читаю днём. Днём, я читаю днём. Николай, вы про себя могли бы сказать. Читаю ночами. Сплю днём, читаю ночами. А мы просто не знаем, как ночь будет. А, не, ратра. Да. Ратрам, под хами. О, под хами. А это всё ещё, это всё ещё видный падеж? Видный падеж, да? Да, четвёртое значение обозначает время. То есть, когда? В кочергине дано три значения? Мы не успеваем читать ещё и в кочергине. Да, там написано три. Когда вы долго будете перечитывать, а это надо перечитывать, то... А, там нету двойного просто. Двойной здесь нету когда. Нету куда? Нет, есть время. Нет, есть направление время. Нет, есть. Просто двойного не про первого, а полосы. А, да, он пиво. Нет, после третьего. Прост без номера. Так, с длительным падежем разобрались. Больше он никогда в жизни проблем вам не будет наставлять. Это наглое враньё. С этим наглым враньём встречаемся дальше. Обещаете? Нет. Обещаете? Будем мучиться каждый раз. Каждый божий раз. Ну, блин, да. То ли когда, то ли куда. Что, где, когда? Куда? А там ещё и куда, и когда одновременно, то есть. Да, там одним словом. Что, где, когда, двойное. Да, да, да. За плодами, за ягодами. Инструментальность и творительные. Подерж. Латинскими буквами его пишут как И или как Ин. Если коротко. Ин коротко. Обычно Ин, Ин коротко. Четыре значения. Какой чуёк хороший. У меня нет такого. Это питерский чуку. Это грустный кофе. Тринтрова. Питерская. Первое значение. Инструмент для совершения действия. Инструмент для совершения действия. То есть, отвечает на вопрос, чем? Ратхе. Ратхе. Га. Ча. Ча. Н. Ти. Они, значит. Что ты делаешь? Ратхе. Что такое? Ратхе. Ратхе. Что такое? Колесница. Колесница. Вращаться. Ну, Николай, я услышал. Я услышал. Я отметил. В тетради я отметил. Молодец. Запомнил одно из необходимых слов с первых десяти занятий. Там эта таблица есть такая, с колоночками. Там плюсики. Нет, у нас там, Марина, у нас там только минусики. Так что все нормально. То есть, колесницы идут. Колесницы идут. А, идти с помощью колесницы. Все, я понял. С помощью колесницы, это, конечно. Это ехать. Это ехать, да. Ехать чем? Колесницей. Колесницей. Это на колеснице? Вот это было бы, наверное, на русском. То есть, все-таки ехать колесницей. То есть, это... А, было в русском такое, там, извозчиком, что ли? Было ли такое? Ну ладно, неважно. А тут, то есть, получается, что, ну, гача, да? Оно хоть и значение идти, но, видимо, второй смысл, это... Получается, производное значение, как бы, не только ногами двигать. А почему там множественное число? То есть, колесницами? Добираться колесницами, что ли? Нет. Ну, а нас сколько? Нет, нет. Я имею в виду... НТ. Плюралис, то есть. Плюралис. Гачантис, то означает? Мы едем колесницами. Да, колесница. Колесница одна. Кошмар. С помощью... С помощью чего? А, мы едем колесницами. Мы же помещаемся в один скайп. И в одну колесницу. Он не ходим в один скайп. Ой, то есть это мы скайпена? Это жук какой-то. Скайпена... Скайпена дикая, горная какая-то. Горная, городская. Мы же в городе. Интересно, а можно же... А, да, и Радхене множественное число добавить. А как было бы, мы едем колесник сами? Пусть вы мучаете, пусть это станет загадкой. Ладно, окей, поехали дальше. Деятели в пассивной конструкции. Еее. Меня били, да? Меня били. Деятели в пассивной конструкции. У вас должен быть восторг от каждого этого слова. Да, да, да. Я даже знаю человека, которому я это скажу. О, боже. Примерно. О, боже. Путрия. Путрияна. Я не успеваю переключаться. А ты окна сделай в полэкрана и как бы... Я так не могу. А, женщина же, да. Конечно. Несмотря на то, что я учу санскрит, я женщина. Нет. Там, видимо, потому что, скорее всего, наверное, на планшете, да? Смотрите, да? Нет. Нет, Николай, ей даже компьютер не помогает. Кем совершается действие? Сын читает письмо. Э. Ой, писает. Царапает. Царапает, то есть пишет. То есть то, что сын находится не в именительном падеже, нас не смущает, потому что это пассивная конструкция. Путрияна. Ах ты, путрияна. Есть корень лик, есть окончание т, 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 т. А там еще есть такой, значит, нажаем его инфиксом, я. Это... Оно обозначает, что у нас пассивная конструкция. То есть с кем-то совершается действие. То есть письмо пишется сыну. Интересно. Я это пассивный, да? Я это пассивный, да? Это очень часто употребляемая конструкция в санскрите. А что это? Суффикс пассивный? Ну, мы пишем суффикс. Это не имеет значения. Он вставляется... Да, суффикс. Почему бы нет? Кстати, вот очень интересно, потому что если, допустим, без Путрияна, получается, ну, по травм в ликхиоте, получается, что он пишет письмо, да? А если мы пользуем Путрияна, то мы тогда убираем он, получается, пишется письмо сыном. Да, интересно. Да. Надо же. Третье. Причину действия. Творительный падеж может обозначать причину действия. Переведет мне Николай. И это отвечает на вопрос, почему? Сейчас. Натанти, да? Натанти. 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 Значит, мы танцуем... А, нас, да. Натанти. Мы танцуем... Мы танцуем... Мы танцуем... От счастья... Да. От счастья мы танцуем. А, су... Суха... Ни хрена себе. Нет, это не точный перевод этого выражения. Ну, в смысле, ни хрена себе. Нет, я не знаю. Ваш точный. Не точный. Хорошо. Ну, это же танец. Я это запомнил. А еще потому, что есть такая асана... Да, конечно, нет. Вам-то вообще грех. Натарадж... Есть такой... Персонаж есть такой... Четвертое. Значение совместного действия. Со-су-ще-ство-ва-ни-е. Значение совместного... Социативное значение. Значение совместного действия. Социативное. значение совместного действия нет понятно что как социум но в таком я первый раз вопрос а тут без вопросов нет значит это как будто бы у нас добавлено санскритская саха здесь саха что означает марина тыс вместе с то есть вместе , записали а то есть это значение образуется путем прибавления саха подразмывается как бы а может как бы подразмывается а все что было до этого это было сон летнюю ночь до утра всем нет летом не пахнет а то есть мы это сами для себя вставляем а это по смыслу все что мы вставляем по смыслу мы ставим в квадратные скобки его там нет но мы там его видим оно там мерящится нам где между путем и джиевати это получается я посмотрю видимо выпал это он живет что с сыном ну да вместе с сыном а вместе он живет вместе с сыном то есть то есть как бы четкого какого то вопроса нету ну да не на все можно поставить вопрос значение совместного действия ой блин это проблема опять же алексей нужно четче переводить ой блин это опять же это отклонение вы все пытаетесь уйти как это все впихнуть в голову нашу неразумно требуется время а как она живет с двумя дочерьми двойной ассоциативный творительный падеж но мы сегодня я боюсь не дойдем до склонения на и а вы не бойтесь на долгую а не дойдем дательный просто уже семь уже семь сейчас посмотрим что там давайте не отвлекаться дательный три значения первое адресат действия то есть кому кому так я исписал вторую ручку на санскрите уже то ли странные ручки то ли реальные познания уже до хорошие ручки были адреса действия как а ч а я я вода вода что означает новая говорить кому а а чаря ученики нет Нет. Говорю учителю. А, супер. Учителю, наоборот. Кому же? Вопрос. Алексей. По глаголу понятно, что говорю я. Николай, понятно? Ой, сейчас. Мне пора вставать. Давайте, времени мало. Вставайте уже. Мы уже встали. Понятно? Ачаряя в отцитаме. Учителю. Да, да. Цель. Это второе значение. Отвечать на вопрос. Зачем, куда? Зачем, говорю, учителю. Это другое значение уже. Какого слова не знаю. Ютх. А, сражение, борьба. Конечно. Мне не положено. Ютха Гачати. А, идти рубиться? Ушел на войну. Гачати. Ушел я, да? Куда, да? Нет, он. Идет. Куда. Идет на войну. Я пошел на... Но никуда. Ух, есть риск перепутать с винительным, конечно. Не бойся, Николай. Есть гораздо больше рисков. Это не самое рисковое. Потому что кто-то идет домой в винительном, а кто-то идет в дательном. Зачем? Нет, тут, наверное, сражаться или что-то того именно. Зачем? То есть он пошел... Зачем сражаться? Ну, что-то делать? Ну, на... Убийце. Ну, вот, не знаю. Я когда выхожу на работу, может, это не подвиг, но что-то героическое в этом есть. А вот да, кстати. Идти на работу, это будет в каком? В дательном? Или в... Ну, а можете ответить на вопрос, зачем вы это делаете? Чтобы было что есть. Я иду, чтобы есть. То есть вы как корова, в смысле, как это... Собираете под ноги то, что попадается по дороге? Да, но, к сожалению, в нашем регионе зимой нет травы, поэтому приходится ходить на работу, да. А это что мы пишем? Третье значение – направление движения. У нас уже было направление движения. Давайте быстрее уже. Да, давайте запишем потом. А потом поймем. Направление движения. Вана-яга-чан. Вот уже мой бытенек занялся. В лес. Ну, это самый мягкий перевод. Идти в лес. Или по направлению к лесу. Это как газетная статья, вот получается, Марин. Культурно. Ну, я, пожалуй, выберу ваш вариант, да, Марин. Все, датюс, закончился, да? Не датюс, датюс, датюс. Значит, да, закончился. Отложительный падеж или аблятив, то есть пятный. Не ругайся, Марин. Имеет два значения. Исходное место действия. Откуда? Откуда? То есть, теперь, когда вы будете играть от верблю, да, вы будете знать, что такой падеж надо употреблять. Зара Тустро, что означает? Слышали такого исторического персонажа? Да, познавайся в зрооастризму, соответственно. Домашнее здание, Алексей. Ой. Еще раз имею. Только оно же на виски. Да, но ответ есть в вычерке Солезняка. В конспекте Солезняка. На город Гатчами. Из города, из города Парижа иду я. Гатчами. А, еще в ванам добавить, как бы. Куда? Я иду из и куда. Иду. Гатчами. Да, первое лицо. Иду из. Как ты его это... На, Гарш, только Николай. Город, не знаю. Город. А, город, да? Деванагари. А, Деванагари. О, Боже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж ты был? От счастья. Второе значение, причина. То есть, это и кейды из города, понятно. Угу. Причина. Дук. А. Я уже перестал комплексовать, что я не понимаю. Я просто... Ну, хорошо. Ну, видите, уже... Уже хорошая стадия. А как это... Дук. Х-х. Дук. Дук. А. Это как джихад. Да, похоже. Что-то там... Что-то такое плохое, дурное. Да, вот. Да, так... Дук. Так... Так понятнее, что это слово. Дук хат. А, мы так не можем в тетрадке сделать. Ну, вырвите страницу. Ну, и ладно, как бы, да? Начните новую тетрадь. Да целую... Да, я начну новую тетрадь, пожалуй. Дук хат. Я объявляю вам, Дук хат, Марк. Марк, перевод. Аккуратнее. Вырязаюсь. От Таски. Да, да, да. Вот я согласна. Мне нравится перевод. А, Дук хат на город Гачами. От Таски покинул город, как бы. Загнул. О, как пойти. Стоим. Родительный или генитивус. Тоже имеет всего два значения. Всего-то. Родительный. А что, вы раньше не слышали? Родительный. Слышано? Не присутствует. Просто они... Странный порядок. Принадлежность, отношения. Слышать. Так и писать, не что такое. Иногда доска вытворяет чудеса. так и знала что что-то книжка книжками да что-то недолго книги сына на сын ты писать это значит у нас подключить падежи я просто слышал именно для именительного падежа правильно правильно основа именительный падеж я же не спорю с тем что вы не слышали не спорю я просто молчу минут молчание деда родительные имеет ли второе значение быть иметься я у мамы дурачок быть имеется ну подумал что сансклить может быть весело кому и скажешь не поверишь нет но в субботу с 5 утра только остается я уже вторую неделю понял что это мне в наказание за что за что а это называется защитные механизмы психики под названием рационализация я должен сказать что милости и наказание они могут быть но наказание это неправильно понятая милость а прямо я смотрю все большие ценители творчества гера захира мазоха это у нас быть имеется он имеется господи каракули все жестче это уже не это хуже а можно нам буквы просто подписать как переводится пожалуйста что-то про людей граха это не мы сомневаемся это ты сомневаешься в этом проблема я скажу грехастку какую-то начинаю вспоминать джанана я нашел джанана создание творения рождения джананана я дома имеется вытворение иметь храм и существование иметь сотворение храма существования философская работа готова да нет это шизофазия какая то я не знаю создание рождение создание дома имеется вытворение дома имеет место построение дома создание дома есть только тот дом который мы строим сами да и все есть дом что правда что ли есть у меня тут один домик мы не верим но тут смотри бхаванти это типа биби за английскую то есть я понял греха это дом а как тогда творение джананам да кстати она как вообще то есть она просто не переводится есть дома что непереводимая игра слов это матерное слово просто эвфемизм марк вы заснули то есть получается мы можем просто есть дома есть кого что фильм смотри один дома ну вот да ну что ну вот думали так в других группах проходит да ну солнце же встало ну да ну вот ну ладно есть дома допустим у нас я вернусь к николаю хорошо мы потом когда мы поставим как вопроса да 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 местный а а а тут еще кочергина хорошо хорошо я не просто местный поддерж отвечает на вопрос где локатиус да локатиус место действия значит имеет имеет два значения место действия это одно из них на ручка-ручка пах аааа закончилась да ааааа я кричу здесь у меня заканчивается ручка и мне срочно Ваши аааа живо зачем дети можно да ох да очень-очень удобно Это как это? Вот нет у тебя детей, некому будет ручку подать, когда она в санскрите закончится. Да. А то все про стакан воды. А мы-то знаем, зачем они. Когда-то там, когда будешь на смертном адре. А, это жить в городе? Ну, только глагол перевести, точнее. Живу в городе. Мини, я живу в городе. В городе я живу. Да, будем точнее. Живу я. Мммм, сейчас. Какая разница-то? На гарри живами. На гарри живами. Идем дальше, все хорошо. Я смирился. Я вырабатываю тапос. Я спокойен, я спокойен. А это что мы пишем? Это значение время. А, там буквально. Значение время. Уместного поддержания значение еще время. Это два отдельных слова. Химе и Гришме. Перевод, пожалуйста. Ну... Не знаю. Нет, неправильно. Глагол не знаю. Не знаю, по-другому пишется. Так, сейчас. А, это два слова, это не предложение. А, или это. Это загадка, в общем, я понял. Гришме летом. И зимой. Химе. Это... А, это точно химе? Не Дина? Да. Химе. Это зима. Потому что зима как-то похожа. А, хима. Холод, зима, да. Да. Хима, зима. А, это А, М. А, это вот так вот. Химе. То есть это время зимой и летом. Зимой и летом одним цветом. Санскрит. Черный учебник Кочергенов. Знаете, почему черный? Потому что смерть. Кому нет. Вокативус. Звательная форма. На самом деле, в русском языке тоже есть звательная форма. Тоже есть вокатив. Но они умалчивают. Ну, мы проходили, да. И ты. Ашвапай. И ты. Гу. Ой, ой. Ой, ой. А, да. Точно. Точно. Это два разных слова. То есть, гуру, запятая, дэва. Гуру. А там гура. Гуру это направление в искусстве, по-моему. О, учитель. А, гуру это учитель. А, почему у них окончания разные? Потому что это слова на разные типы склонения. Ну, да. Так, все-таки, как это переводится? О, учитель. О, наставник. То есть, это два примера. Я же сказал, запятая. Наставник, это будет гуру, дэва или что? Да запятую на доске поставьте, проще. А, то есть, получается, у нас гуру, а дэва получается дэва. Я хочу сказать, о боже, я говорю, дэва. А если хочешь сказать, о учитель, то говорю, гуру. Гуру. А у нас там было какое-то ээ. Это в переводе, в смысле? Угу. Грустно. Нет. Вот у меня в табличке в моей. Вот у нас было рама, 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 рамена, рама, я, рама, что-то там. Рама, асья, рамэ и эрам. Хэ там, правильно. Вот это э в начале. Так хэ, это, типа, обращение, это, типа, вот, о, ну, типа, а, вот. Хэ означает, типа, коронавца, да. Хэ рам. А можно вот по... Все, я поняла. А вот по кочергиной можно, у меня просто немножко другие примеры. Вот, допустим, шерну, нет, ну, у меня вообще другие. Эхи. Вот, шерну, ютхиштхира. То есть, тут у нас, получается, склоняется и... Тюшкишпхира, да, видимо, как-то. Естественно, эхи, совиты, тут, смотрите, иди, совиты. Хотя вот, эхи, это что, иди? Эхи, это то же самое, что хэ, судя по всему. Ну, не знаю. Это сейчас взрыв, боясь. Вас не должно мучить, потому что вы это не проходили. Поэтому примите просто как пример. Мучиться потом будете. Хорошо. Не мучиться, просто принять сведения. Когда Марк скажет, вы же это уже проходили, какого... Ну, как, дома у вас небольшое задание. Склонение существительных основ на А, там табличка, вы ее выучите. И санхи А, Ас. Очень легко дома с вами проходите. Домашнее задание по Кочергине. Первое, второе, третье. То есть четвертое, все, что там дано. Все, что не поймете, мы в следующий раз проговорим. Про склонение на А, санхи Ас. Что? Я не могу делать домашнее задание. Следующий урок будем весь... Весь домашнее задание. Судя по всему. Слушай, извините, на дательном завис. Какое домашнее задание? Все, кто может. Считайте все, что есть в этом занятии. И пытайтесь сделать домашнее задание. Когда у вас не получится, мы это разберем в следующем... Да, следующее занятие будет разбор домашних заданий. Ну, соответственно, делаем домашку в том объеме, в котором мы можем себе позволить. Нет. Делаем все. В том объеме, в котором можем. Ну, это, судя по всему, будет только первые два упражнения максимум, да? Итак, господа. А теперь для чтения и перевода. На этом я прощаюсь. Добрых вам выходных. Начинайте делать домашнее задание. До свидания. О, учитель, спасибо. Все. Всем пока. Николай, как-то неуверенно. Что, Коля? Пусто. Ты будешь скучать? Мы тоже. А можете мне потом сейчас кто-нибудь написать там кое-что? Любое, краское, ругательное. Нет, там просто не все успел замахаться. Кое-что. Я могу так и написать. Кое-что. Тихо. У-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok